Дипломы отличникам вручил замглавы Минобороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко. 52 человека вместе с лейтенантскими погонами получили красные дипломы. Товарищ заместитель министра обороны, лейтенант Асипенко для вручения диплома прибыл. Янусь, кусоро, справа. Спасибо. Направо. Уважаемые, товарищи, выпускники, имею честь от всего командного состава училища Параферско-Правородительского состава, от обслуживающего персонала поздравить вас с выпуском из нашего училища. Особые слова признательности и благодарности, дорогие родители, вам за воспитание настоящих сыновей, надежных защитников нашего Отечества. Всего в парадном строю стояло 254 специалиста, в том числе и иностранных государств. Республики Гвинея, Мали, Таджикистан, Белоруссия и Кыргызской республики. Теперь выпускникам предстоит стать достойным примером для своих товарищей, продолжить славные традиции, заложенные их предшественниками, вышедшими из стен вуза. Я очень рад, что попал именно в этот коллектив. Я всех от чистого сердца поздравляю, желаю им крепкого здоровья, ну и, соответственно, больших погон, и чтобы мы встречались в последующем. Службу мы будем проходить, конечно, в одной бригаде все, поэтому видеться будем чаще. Ну и в училище хочется приезжать на день встречи выпускников. Руководство страны и Министерство обороны уделяет особое внимание подготовке военнослужащих, квалификация которых должна соответствовать требованиям времени. В Рязанском десантном училище для подготовки высококлассных специалистов есть все условия. Успешно решаются вопросы социального обеспечения у военнослужащих и членов их семей. Идет переоснащение армии и флота новейшим вооружением, эффективность применения которого напрямую зависит от квалификации специалистов. И для их подготовки в Рязанском училище созданы все необходимые условия. Совершенствуется образовательный процесс, обновляется учебно-материальная база. Сегодня в распоряжении курсантов есть современные тренажеры, спортивные комплексы, аэродинамическая труба, глубоководный бассейн. Буквально недавно ввели в строй, приезжал министр обороны, открывал ледовая арена. После отпусков молодые специалисты приступят к службе в различных регионах нашей страны, а также государствах дальнего и ближнего зарубежья, Белоруссии, Республике Гвинея, Малита, Джекистане. Но независимо от места службы объединять их будет одно – верность долгу и родной стране. Тем более, что им есть на кого равняться. Среди выпускников училища 53 героя Советского Союза и 74 героя России. КОНЕЦ